Проблема распространения электронных сигарет среди подростков настораживает. Несмотря на проводимую профилактику, все больше детей, даже из младших классов, начинают пробовать вейпы. По данным Министерства финансов, за последние два года их продажа выросла в 300 раз. За два с половиной года в страну завезено около трех миллионов электронных сигарет. Как распознать, что ребенок курит вейпы, как с этим бороться, узнавали наши корреспонденты. Понять, что ребенок курит электронные сигареты, достаточно сложно из-за того, что пар не имеет ярко выраженного никотинового запаха, отмечают врачи-наркологи. Но признаки все же есть. От одежды ребенка или в комнате будет пахнуть выпечкой, запахом ягод, фруктов или шоколада. Он будет исходить от химических ароматизаторов, которыми напичканы вейпы. Там содержится около 30 разновидностей металлов. Они вредны. Там содержится даже свинец. Часто вызывают они аллергические реакции. Дети могут задыхаться. Возникает головокружение, слюнотечение. Могут быть у некоторых даже высыпания. Распознать, если дети, например, проявляют какую-то агрессию дома, что-то прячут или просят лишние деньги, то есть выше карманных расходов. Но не всегда ребенок может проявлять агрессию. Может быть и наоборот. Сонливость, упадок сил. Подросток может стать скрытным и замкнутым. Зачастую дети боятся, что об их зависимости могут узнать родители. А последствия от курения электронных сигарет очень серьезные для растущего организма. Это не ограничивается только влиянием на дыхательные пути. Во-первых, при соединении пропиленгликоля с глицерином при нагревании образуется очень канцерогенное вещество – формальдегид. А формальдегид – это общеизвестно, что это яд для организма. Тем более для организма ребенка. О проблеме с распространением электронных сигарет среди подростков в Казахстане говорят не первый год. В стране планируют с 2024 года ввести запрет на их продажу. Между тем, врачи советуют бороться с этим явлением сегодня с помощью бесед с ребенком.